Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме инвесторов Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем эфир передачи, которая называется «Инвестиционные идеи». Сегодня у нас 11 марта 2021 года, четверг. Надеемся на тренд, хотя на этой неделе это очень такая трудная надежда, скажем так. Трудная неделя выпала однозначно. Давайте посмотрим технические фундаментальные анализы и определимся, как нам жить и работать сегодня. Так, друзья, теханализ на интерстриме инвесторов Utrade TV. Начинаем, как обычно, с евро-долларом и видим, друзья, что второй день мы закрылись выше, сегодня опять пошли выше. Ну что, получается, что тот пакет стимулирующий, о котором говорили очень долго, вчера его протолкнули через Конгресс достаточно быстро, сегодня уже ждут на подпись у президента, ну и в ближайшее время чеки начнут поступать. По оценкам аналитиков американских, там где-то процентов 10 только дойдет до людей, остальное пойдет в погашение долгов, разных, так сказать, обязательств, бизнеса в том числе, физлиц. Вот. Что это означает? Означает, что банки получат деньги. Вынесут ли они их на рынок или нет, большой вопрос. Появится ли избыточное предложение доллара, повышенные траты, тоже большой вопрос. Но психологически, конечно, два дня наверх затолкали. Затолкают ли сегодня? Ну, может быть, конечно, если президент подпишет сегодня вечером, президент США Джозеф Байден, этот Билл, то он, значит, Билл по-русски, да, чаще говорят, то он, значит, вступит в силу и уже начнется рассылка чеков, там где-то по 1400 долларов получается на человека, по физлицам. Ну, вот, предприятиям тоже поддержка будет, компаниям, малому бизнесу. Ну, в общем-то, да, какое-то, конечно, расходование начнется. А может ли это сегодня вечером, да, Кимпус, может, может. Стоять против него, наверное, не стоит. Каких-то фундаментальных факторов на укрепление еврика, других, я имею в виду, не видно особо. Вот, ну, вот это вот больше психологическое, так сказать, движение вполне может ослабить доллар. И, я думаю, укрепить фонду. Фонда может пойти на этой волне, вот, дальше в укрепление, неважно, там, исторически, как и исторически. Когда есть деньги, движение может состояться. Поэтому, да, друзья, сегодня трудно предполагать на такой огромной сумме 1 триллион 900 миллиардов долларов выделяется на спасение экономики, на преодоление последствий коронавируса. Вот, такие огромные деньги, они не могут совершенно бессилетно, естественно, оказаться на рынке. На слухах много уже сработало, конечно. Ну, это, слухи ходили, это еще, так сказать, перед вступлением в должность. Вот, Байдену уже тогда это все обсуждалось заранее. Ну, сейчас это состоялось. Да, сегодня могут подтащить наверх евро-доллар. В целом, я жду доллар однозначно вниз. Ну, вот, сегодня мы торгуем у Брады. Сегодня евро-доллар может сходить наверх на этой новости, без сомнения. Ну, а вечером, если президент подпишет, а он, думаю, что подпишет, потому что они торопятся раздать чеки. Они пообещали финансовую сторону, они хотят выполнить финансовую сторону, потому что с международной стороной выполнение обязательств не очень получается. А внутри страны хотя бы раздать чеки, чтобы народ не возмущался. Это может быть, это может быть. Поэтому, друзья, 30 пипсов наверх с текущих 1,1925 плюс 30, 1,1955, вижу еврика наверх. Фунтик, та же история, друзья, плюс 30 пипсов от текущих. Верю, это будет 1,3970 наверх. Здесь уже, конечно, другие будут немножко уровни. Ну, проколоть этот уровень можем. И принципиально будет, в конце дня американцы смогут вернуть под уровень или нет в данном случае. По еврику здесь нет таких ярко выраженных. Ну, можно, например, обсудить, Поэтому давайте, вот это я показал, глобальное укрепление доллара после выборов. Ну, сейчас уже немножко мешает эта разметка. Я думаю, мы все запомнили ее. Давайте оставим главный показатель для интродейной торговли. Для меня интересно, дойдем ли мы вот до этого уровня. Выкупим ли мы вот эту красную свечу 1,1973. Но это повыше, чем мой план. И это будет даже, наверное... Да, давайте оставим так. Посмотрим, выкупим ли по евро эту отметку. По фунту ближе. Здесь зона сопротивления, мы ее можем пробить, без сомнения. 1,3954 проколоть можем. Мы ее на прошлой неделе 4 прокалывали. На прошлой, позапрошлой. Тут мощные такие были движения. Вот. Поэтому эта отметка легко прокалывается. А пройдем ли наверх и закрепимся, и вот это главный вопрос, естественно. При этом, что удивляет, доллар иена, посмотрите, не хочет идти по общему тренду, ослабляться. Доллар иена растет. Разнонаправленные движения, коллеги. Нет единственного тренда. Доллар и франк. Доллар и франк растет. А это тоже непонятно. Почему, знаете, пакет стимулирующей помощи, он на весь рынок должен повлиять. А почему доллар... Вообще, доллар иена и доллар франк в последнее время проявляют огромную самостоятельность. Могут ходить к рынку, причем на пару, легко. Какая связь между этими странами, непонятно. Какая связь между закономерностями, тоже непонятно. Почему именно эти валюты двигаются параллельно, непонятно. Но, тем не менее, друзья, мы видим, и вчера доллар франк смог закрыться в плюсе. И сегодня растет. Вот вам, пожалуйста. Доллар канадец после двухдневного падения сегодня скромно себя ведет. Сходил вверх-вниз. Ну и смотрим. По-хорошему, доллар по всему фронту может сегодня просесть. До конца дня. Мы торгуем интродейном, помню, до полуночи. Вот. Ну, канадец тоже неубедительно. Посмотрите, канадец и еврик стоит на открытии. Как бы выбирает путь. Такой назначенности тоже нет. Пока, безусловно, растет только фунт. Должный день. Слушайте, вся неделя сложная. И день будет сложным. Это уже видно. Далее, друзья. Австралийский доллар-доллар лезет вверх. Очень рыночно. Да, поход вниз не состоялся, друзья. Пакет стимулирующей помощи победил. Больше психологическое значение имеет он, чем реально денежное. Поскольку деньги давно съедены, они просто погашаются банком. Ну, вот считается, наверное, что банки, часть полученных, размещенных денег, они используют на рынке. Хотя логика странная. Причем кто-то австралиец вообще. Но когда денег каких-то больше, естественно, этот эрвалидный курс просаживается. Больше психология. Но она работает. Мы, знаете, мы не разбираемся в глубинах психологических решений. Мы по факту. Вот австралиец попер, попер. Значит, золото попрет. Значит, все можно против доллара покупать, получается, сырьевое. Здесь цель видна 0,78,14. Она высокая. Ну, 50 кипцов. Ну, в общем-то, не сказать, чтобы прямо глобально высокая. Но тем не менее. Но тем не менее. Несколько австралийцев купить? Толлар, турецкая мира проваливается. Посмотрите, уровнями прям все три дня. Бух, 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 бух. По лиде тоже сильно толкнули голову. И можем прокатиться. Можем. Если будет сильно отрицательная неделя, тогда в пятницу, завтра. То есть, может быть, некоторая коррекция. Вот такая история, может быть. Пока доллар проваливается здесь. Да, германский фондовый индекс. Наконец-то мы все пробили. Подтверждаем восходящий тренд. Сейчас момент на хаяр 14,585. Прямо замечательное движение. Радует. Да, мне кажется, фонду можно уже посмелее покупать. Тем более, что часть банковских денег, которые они получат в счет возмещения своих товаров, малым предприятиям, физлицам, они, конечно, на рынок могут запустить. На Америке это принято. Да и физлицы некоторые тоже пойдут на рынок, естественно. Поэтому S&P 500, мне кажется, да, сегодня можно бы покупать. Тем более, двумя днями эта новость подтвердила, что она может толкать рынки наверх. А тем более, уже это итоговая новость. Уже, так сказать, все. Если президент подпишет, то уже завтра чеки начнут высылать, там все дела. Да, да, фонда с целью 3956, на мой взгляд, легитимное решение. Золото. Ну, несложно было догадаться, что если Афроли в третий день лезет, то и золото лезет. Ну, что, здесь, наверное, можно, так сказать, уже уровень на сегодня присматривать. У меня остановится эта мудочка. Вот так сделаем. Уровень на сегодня можно присматривать, мне кажется, до пересечения поставить цель. Это высокая цель, конечно, 1763. Это 29, ого, 29 долларов наверх. Вот. Но здесь обоснованное, обоснованное движение. Ну, и не каждый день президент США подписывает такие пакеты стимулирования на триллион девятьсот миллиардов. Послушайтесь цифру. Триллион девятьсот миллиардов помощи бизнесу и людям для преодоления последствий коронавируса. Мне был сон, что в России подписали такую же помощь на такую же сумму. Я так обрадовался, помню, прям радовался, кричал, танцевал, а потом проснулся. Далее, друзья, серебро. Здесь, конечно, демонстрируется уверенное движение наверх. Вот. Здесь с целью можно обозначить 2673. Это хорошие деньги. С текущих это 43 цента. Замечательные деньги. Слушайте. А по некоторым инструментам, посмотрите, сырье и сырьевые валюты. Вот покупка австралиица и золота на сейчас моменте кажется очень интересной. Нефть, друзья, нефтюшку не пускают. Уже вроде и ОПЕК поучаствовал, уже опять все пообъявляли, и на апреле уже все пообъявляли. Саудовская Аравия опять себя придерживает. Там Россия и Казахстану немножко помогают. Но не могут поднять. Слушайте, не могут поднять. Что хотите, делайте. Просто не могут поднять. Коллеги, как меня сейчас слышно видно? Дайте мне знать, пожалуйста. А то что-то у меня интернет помернул. Видно слышно меня нормально? Ага, хорошо. Спасибо, Юрий Ямал. Поэтому, друзья, не вижу наверх. Ну, не вижу. Ну, понимаете, какие усилия предпринимаются ОПЕКом, чтобы поднять цену. Ну, все. Весна. 11 марта. Да, холодина. Да, но в марте будут тратить нефть и газ, который купили несколько месяцев назад. А уже флечи, которые мы торгуем, они уже теплые, весенние все. Ну, напомню, да, в WTI мы торгуем. Апрельский уже контракт. Бренд майский контракт. Поэтому, ну, что тут как бы. Я думаю, что вниз. Я думаю, что пока вниз, во всяком случае, не вижу рывка наверх никакого для себя, во всяком случае. Вот. Если кто-то не увидел, лучше не заходить. Я вижу вниз с целью. Внизу оставляю 58,89. Вчера, кстати, монета показала. Сел состоялся бай. Сейчас на именусик поставим. Вот. Значит, по бренду то же самое. Да, он политизированный. И он может подрасти быстрее, чем больше шансов на рост, чем у WTI. Поэтому, если кто-то верит в... Вот такая градация. Если кто-то верит в снижение нефти, продавайте WTI. Если кто-то верит в рост нефти, покупайте бренд. Потому что WTI сегодня больше склонна к снижению, а бренд больше склонен к росту. Судя по картинке. Ну и в целом, честно говоря, по движению валют так это выглядит. Ну что, друзья, дальше. Доллар, китайский юань, конечно, принципиально важный инструмент. Вчера вниз пробили, мы отмечали с вами. Что сегодня? Вы знаете, сегодня под общим трендом американских событий, я думаю, тоже могут пробиться вниз. Я бы не покупал, во всяком случае, доллар, китайский юань. Все-таки движение вниз более вероятно. Ну и доллар-рубль открылся вниз. 73,58 в моменте. Я думаю, на это вообще волну. Могут затолкать ниже этот инструмент. И получается, посмотрите, мы с вами на выборах провалились. На скандале после выборов провалились. Потом начался у нас такой длинный баковик. 20 января ничего нам в плане изменения курса. Ну, некоторый рост был, естественно, 20 января. Но большего достичь не удалось. Идем в баковике. Поэтому сегодня, на мой взгляд, в качестве цели рассмотреть снижение до уровня 73,18 вполне себе вероятно в рамках общего снижения, общей действия снижения доллара. Давайте также рассмотрим один из инструментов, который мы всегда обсуждаем. Биткоин. Вот, обновились. Посмотрите, медали сходили вниз. 28 февраля были на уровне 43,400. Все думали, все, посыпались мест и отбились в марте, друзья. Март отбивается. Вчера буквально был биток 56,900. Сейчас чуть ниже 55,600. Но держат его. Смотрите, ну, удивительная история. Толкают вверх. Поэтому давайте не будем его хоронить. Пока он держится. Знаете, все как-то так потирают руки в предвкушении. Но сейчас он рухнет. Ох, мы заработаем на падении. Что-то не рушится. Что-то не рушится. Значит, кто-то из уважаемых людей хорошими деньгами его держит. Хорошо пиарит. Люди подключаются. Вот эта история биткоина, друзья, показывает, что мы все торгуем условностями. Не надо придумывать как-то пытаться, знаете, заниматься понятием значимости того инструмента, который вы торгуете. Кому-то объяснять, что он вот этим обеспечен, этим обеспечен. Никто ничем не обеспечен. Если даже биткоин, который неизвестно, кто имитирует и неизвестно, как распространяет, толкают на такие уровни, ну, подумайте, 55 тысяч долларов за одно ничто. И вот такое. Это символ того, чем мы занимаемся на феррансовых рынках. Торгуем условностями. И не надо как бы ничего другого придумывать, пытаться, так сказать, облагородить эту предъявительность. И вот за счет мозгов пытаемся понять, куда сегодня двинули, как на этом заработать. И что самое удивительное, и зарабатываем. Так что многие из вас уже по многу лет на рынке зарабатываете. И слава богу, вот такое казино, вот такая игра, вот вы мне научились зарабатывать. И все. Ну а что, вся жизнь игра. Поэтому биток, еще раз подчеркиваю, что финансовые рынки, это в воздух. Важно только понять, куда его гонят, и, значит, цепляться в ту же сторону. Ничего умнее придумывать не надо. Далее, друзья. Ну что, давайте посмотрим фундаментальные факторы, что у нас происходит. Напомню всем еще раз, что Конгресс подписал пандемию прилив пэккетч, помощь в условиях пандемии на 1,9 триллиона долларов в офис президента Байдена. Сегодня ждем подписания. И это может оказать дальнейшее... Это может оказать дальнейшее влияние на ход событий, коллеги. Ну, прежде всего, в плане, естественно, ослабления доллара и роста американского фондового рынка. Вторая новость, которая бурно обсуждается, Евросоюз подготовит новый пакет санкций против россиян к 22 марта. Мы не будем даже обсуждать, что там может быть. Увидим, прочитаем. 22 марта еще через 11 дней. Это понедельник, да, получается, 22 марта. Вот. Увидим. Ну, понятно, что для рубля это не очень хорошая новость. Ну, пока вот держится, пока ничего не происходит глобально. Далее, друзья. Российские новости, главное, это Вячеслав Валбовудин, председатель Государственной Думы Российской Федерации, сказал, что Россия наращивает переход на национальные валюты в двухсторонних торгово-экономических связях со многими странами. Вот. Значит, наращиваем торговлю с ЕС, торговлю с Турцией, так, озвучил господин Валовин. А также подчеркнул он, что с февраля в структуре фонда национального благосостояния включили японскую иену и китайский юань. У японской иены доля 5%, а у юаня 15%. Ну, это как бы подается как отход от доллара. И, ну, так оно и есть, на самом деле. Но, что меня немного удивляет. Удивляет, дело в том, что мы-то знаем, что структура фонда национального благосостояния поменялась. И мы уже знаем результаты февраля. Вот. И, например, результаты февраля. Вот я открываю данные от комментариев финансе на основе материалов Минфина. Вот они пишут, что после того, как поменяли, за февраль Минфин, поменяв значит доллар на юань и японскую еду, понес убытки 47 миллионов долларов. А в чем был прикол? Я понимаю политика. Может, бабки будем делать? То есть, у меня вот такое, такая, скажем так, непонятка. Но нет, политика важнее. Смотрите, 47 миллионов долларов только за февраль за счет изменения структуры фонда национального благосостояния. Это серьезные деньги, поэтому как-то, не знаю, это все подается как какой-то положительный результат. У меня больше тревогу это вызывает, тем более, что валюты-то особо нет. Вот в чем проблема. Рынки за границей теряем, поступление валюты сокращается уже несколько лет. Я смотрю, что АвтоВАЗ сообщает, что в Казахстане завод Азия Авто сократил около 4 тысяч сотрудников, которые производили Лада, автомобили для республики, а также для Узбекистана, Турканистана, Кратистана, Грузии, Армении и даже Китая. Понятно, что значит, речь идет о сокращении производства, спаде экспортного потенциала и прибыли от продаж, но это понятно. То есть и так убытки несет за счет смены валют, и еще и вот такая ситуация с за рубежом. плюс ко всему удивляет несколько ну вообще в целом какое-то олимпийское спокойствие такое, так все спокойно к этому относятся, ну а саммита новости не особо, смотрите, счетная палата не увидела источников для пополнения фонда национального благосостояния в этом году, считает счетная палата, что дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 Слушайте, ну замечательно, прям идет новость одна за одной, одна круче другой, и понятно, что что-то с валютной доходностью надо делать, иначе останемся без валюты, ну а для нас это очень важно, что валютный рынок, валютный трейдинг становится для страны все важнее и важнее, мы с вами в хорошем бизнесе, цепляйтесь за него, цепляемся за трейдинг, никуда не уходим, вы что, лучшего бизнеса не найдете, тем более сейчас доллар будет расти в России, знаете как, на один доллар можно будет горжить, судя по тому, как идет развитие событий, далее, друзья, Роскомнадзор замедлил трафик Твиттера, как вы знаете, Твиттер подтвердил, да, это работает, ну и вот, эксперты считают, что меры должны стать реактивно сигнальными для других соцсетей, понравился комментарий, а у меня кстати сейчас замедлился интернет, у меня интернет почему-то медленно идет, прямо сейчас, где-то час назад, я не пойму в чем дело, вот, мне понравился комментарий Александра Плющева, это журналист радиостанции Эхо Москвы, он считает, что атака властей РФ на Твиттер это разминка перед Ютуб, разминка перед Ютубом, да, конечно, Александр, так и есть, ну просто это уже зримо видно всем, ну понятно, наезжают и на других наши, на Гугл заставили заплатить штраф 3 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, это тоже такая подготовка, я не сомневаюсь, что и тема закрытия Фейсбука, чаще всего звучит Фейсбук, Инстаграм, Ютуб, прямо на пороге, Твиттер, я удивлен, что первым ударили по Твиттеру, потому что он такой как-то в стороне и особо у нас, например, я даже не знаю, кто пользуется или не пользуется, вот, может поэтому и ударили, посмотреть, как, так сказать, на не сильно популярные площадки, а потом уже, если что, взяться за Ютуб, Далее, очень интересная новость по Телеграму, тоже, кстати, социальная сеть, Центробанк впервые выявил попытку повлиять на цену акций с помощью Телеграм-каналов, чем попавшие под блокировку клиенты российских блокиров отличаются от инвесторов Средбит, задаются вопросом автора, но вот сам Банк России Валерий Ях выступает по этой теме, директор департамента противодействия милионосовестным практикам, выявил нерыночное ценное образование у акций компании Россети Юг. В пятницу 5 марта на Мосбирже в течение часа объемы торгов акциями Россети Юг выросли с нескольких сотен тысяч рублей до 10 миллионов рублей. Это нерыночное ценное образование, считает господин Лях, и продолжалось оно порядка получаса, значит, стали искать, выявили физических лиц, которые совершали данные операции, принято решение о блокировке торговых счетов, значит, будет дальнейшнее расследование проведено, всего было заплантировано более 60 физических лиц, вот, соответствующие предписания выданы были Банком России, Сбербанку, ВТБ, Тинькофф Банку, Альфа-Банку, брокерам, открытие брокер, БКС и Атон, значит, и вот комментарии здесь брокеры дают, ну вот, например, глава ВТБ, глава ВТБ капитала инвестиций Владимир Потапов сообщает, что это стандартная практика, счета временно заблокированы, по которым был текст, информация о том, в чем подозревают клиентов, в предписаниях отсутствует, вот это интересно, хотя бы по сообщениям знаем, а почему брокерам-то не сообщают, за что, так бы и написали, там, попытки манипуляции, там, ну, что сообщается в СМИ, почему брокерам это где сообщают, посмотрите, брокера исполняют без указания причины, далее, друзья, вот интересно тоже забытие по соцсетям, WhatsApp и Zoom, ну, это мессенджеры, ну, в любом случае, коммуникационные инструменты, и вот я смотрю, что работников оборонки решили оставить без WhatsApp и Zoom, такой заголовок, суть такая, все корпоративные рабочие чаты сотрудников госкорпорации Ростех, а также ее дочерних холдингов и компаний в ближайшее время должны быть переведены из WhatsApp в другой мессенджер, а какой они сообщаются, интересно, с огромным интересом ждем. Следующая новость, друзья, бурно обсуждаемая, конечно, это и Тора, я, кстати, хочу дать ссылочку на страничку, которую я сам смотрю, почему, потому что, вы знаете, вчера мы обсуждали эту тему, и Тора принял решение прекратить обслуживать российских клиентов, дается время, чтобы выйти из сделок, там паники никакой нет, все деньги будут возвращены, я лично в этом не сомневаюсь, но у меня вопрос, а в чем дело, версии самые разные, скажем так, подтвержденные версии или официальной какой-то информации или официальной какой-то информации у нас нет, на этот счет, поэтому на сайте Тора тоже не увидел, но клиентам такие письма разослали, то есть понятно, что это все официально, но вот посмотрите, на сайте Тора, Customer Service Center, ну, если вам нужно что-то узнать, то вы идете, естественно, в Customer Service, обслуживание клиентов, работа с клиентами, и вот здесь внизу я обратил внимание, что есть, оказывается, ЭТора Сейшелы, это лицензированная финансовой службой Сейшел, это острова, офшор, островной офшор, для проведения брокерских, дилерских сервисов под соответствием с каким-то законом 2007 года, и номер стоит, а самого номера нет, здесь две мысли у меня, которые мне непонятны, во-первых, я не знал, что есть офшорная регистрация у ЭТора, первый вопрос возникает, а не обслуживались российские клиенты через офшорную структуру ЭТора, вот в чем суть вопроса, если обслуживались, тогда понятнее, почему закрылись операции, поскольку сейчас Россия очень жестко пересекает платежи из офшоров в офшоры, вы знаете, соответствующие операции нельзя провести уже через Киви, карту Киви очень популярная в России, через Юмани, через карту МИР, нельзя тоже провести такие операции, я думаю, что и другие карты тоже сейчас наши работают на эту тему, вот, тогда это понятнее, вот, а второе, почему нет номера-то, то есть, если вы работаете на ШСЛ, почему не поставить номер регистрации, вот, допустим, австралийская лицензия есть, вот, 40, 491, 39, а здесь-то почему нет, сразу вопрос, знаете, я вот, кстати, кто работает с ЭТО, клиент, я хочу спросить, а вы-то для себя как это решали, вот, представьте, вы работаете через ШСЛ, например, мы не знаем, как и что, но если вы работаете через ШСЛ, и что-то случилось, куда вы будете жаловаться, на какой номер вы будете обращать свою жалобу, тоже как-то, я даже не пойму, почему по ШСЛ номер регистрации не указан, в чем, как бы, прикол, это же сразу возникает, ну, определенный вопрос, такая сразу какое-то, знаете, недоверие даже может возникнуть у читателя, потому что он же знает, что ли, номер стоит, а самого номера нету, что за ерунда такая, Павел Дагаев пишет, в эфире Ютроэд ТВ поплачем и все, ну, как вариант, я понимаю, но я не пойму, почему так, и, кстати говоря, про Сейшелы, я вообще, я не интересовался, честно говоря, ну, как-то, у нас мало кто торгует на ЭТОРа, мы редко обсуждаем эту тему, но когда я зашел и увидел, я удивился очень, как это, а как это, а почему мы не знали этого, вот, мы посмотрим, еще раз говорю, это одна из 110 версий, которая звучит по причинах прекращения сотрудничества с российскими клиентами, сами ЭТОРа в письмах клиента написали очень расплывчиво с визитом с определенными бизнес-процессами и так далее, ну, то есть, они не стали объясняться с клиентами, вот точно почему, ну, как бы, не стали, не стали, мы настаивать не будем, но вот эта, одна из версий, она выглядит вполне, вполне, вот, такой, возможной, вероятной, ну, и то, что ЭТОРа принял решение в этой ситуации рассчитаться с клиентами, отдать себе деньги спокойно, без всяких приключений, это, конечно, положительная характеристика, без сомнения, но я надеюсь, так все и получится, все, друзья, двигаемся с вами дальше, монета, давайте спросим, что она думает, вчера она была не права, показала, сел состоялся, бай, но давайте спросим, сегодня у нее бай, или сел, две стороны у монеты, бросаем, волнуемся, смотрим, и видим, сел, друзья, на сегодня монета видит, я, кстати, тоже вижу сел, в этом плане ее поддержу, макроэкономика, друзья, а у меня явное замедление интернета на экране, такого не было никогда, а что происходит, я сейчас буду звонить провайдеру, скажу, вы что там замедлили, вот, я догадываюсь, что они ответят, но, ну, надо что-то очевидить, реально медленнее стало интернет работать, далее, коллеги, сегодня главная тема дня в плане макроэкономики, решение по процентной ставке ЕЦБ за март 15.45, 16.30, выступление пресс-конференция руководства ЕЦБ, они могут кочнуть еврика туда или сюда, без сомнения, все, подводим итоги, друзья, с вами на сегодня, на мой взгляд, сегодня доллар может проделать свои снижения по всем основным инструментам, вот, и покупать его, я бы пока не посоветовал, ни по какой паре, продавать его можно по любому инструменту, мы видим, и еврик, и фунтик, и золото, то, что вам нравится, для себя выбирайте, вот, еще раз говорю, рисковать с покупкой доллара сейчас в моменте, я бы не стал, думаю, что сегодня, с утра, сейчас это будет движение на ослабление доллара, потом, в обед, как обычно, некоторая коррекция, в 17.30, американцы выберут новое направление, причем, вероятнее всего, они продолжат курс снижения доллара, но, вы знаете, ничего не удивлюсь, могут как раз-таки заманить, заманить, и сегодня, как гринуть, в укреплении доллара, поэтому будьте бдительны, я бы советовал закрыться до 17.30, на хорошие прибыли, кто торгует эндродей, а в 17.30, все-таки, 5-10 минут посмотреть, что американцы будут делать, это непредсказуемо, в этом году, вообще непредсказуемо, куда они могут двигаться, то есть, это удивительно, как раньше такого не было, все-таки, они чаще продолжали тренд, а здесь невозможно предсказать, вот такой, друзья, план на сегодня, с утра покупка, вернее, продажа долларов, в обед, некоторая коррекция или фиксация прибыли, ну, я имею в виду, можно просто закрыться, можно развернуться, даже попытаться поймать коррекцию, что рискованно, но многие это делают, ну, а в 17.30 жизнь начинается сначала, спасибо, друзья, всем удачи, хорошего настроения.